Нового учителя? А, ты сегодня ходила в новую школу? Угу. Как там? Мы считаем, что переехать мы всегда успеем. На это у нас есть много времени. Взяла с первого раза косить траву и поломала. И потому что другие мальчики у них у всех уже борода. Подружка Маргарита подарила вот такую ей подушку. Всем привет! Приветик, ребята. Как сходили в лес? Ой, ты пока его, Макс, его не сюда нужно сходить, а нужно в другой горшочек сажать. Нам? Да, нужно сюда положить, потом посадить. Ой, как в лес. Наконец-то, последний день они сходили в лес. Пришел как свинюша грязный. Ой, боже мой. Это внутри куртка такая грязная. Представьте себе. Ты катался там на чем-то с горки, что ли? Угу. Сегодня вернулась. Ксюша, тебе посылка пришла? Ну? Да. Только не вся почему-то они ее разделили. Вчера у меня была не аллергия, не на пыль. Сегодня я, вчера вечером, вчера вечером я уже себя плохо чувствовала. Сегодня утром вообще никакая голова болит, горло болит, насморк. Горло не болит, но оно так першит. Неприятное такое какое-то ощущение. Я сегодня садная, хочу спать. Ничего не хочу делать. Не знаю, как буду влог снимать. Получится, не получится. Может, поснимаю. Если нет, то тогда буду отдыхать. Ксюша вообще заказала себе две пары шортиков и две пары футболочек. А пришли только одни шорты и одна футболка. Какого цвета, как ты думаешь? Что, какого цвета? Футболка. Откуда я знаю, какую ты заказала? Я же тебе показывала. Это оранжевые. А как? А, я думала, что нет, чтобы залезать. Это XS размер. Вот такие вот, Ксюша, хотела шорты. Чтобы они были свободные, не облегали, не сильно короткие. Футболка вся классная. Ага, T-white. Это мне очень нравится. Тем более, садится. Какой размер XS? Видишь, я тебе говорила, что XS надо брать. Представь себе, если бы я S-ку взяла. Еще три штучки приедут и три футболки. Вот эти шорты, они из женского отдела, вот эти шортики. А те, которые приедут, они все из мужского. О, круто. Прикольно. Не сильно большие? Нет, нормально. О, нормально. Можно сейчас снять. Отлично. Отлично? Ну, мужские, иначе будут большие. Нет, мужские, нет, нет, а я не знаю, мужские XS заказали. Ну, что это только было XS. Доброе утро. Доброе утро. Правильно, это 7.30 уже. Давай встаем. Пюша уже проснулась. Всем привет, доброе утро. Бонни у нас, как всегда, гулять сразу. Вот так, под тягушки, под тягушки. Как ты выгулила? Выгулила уже? Тебя уже выгулили. А что тогда ты здесь? Так, все, готовы все? Я не могу сделать эту хрень. Что, домашка не мерзла? Тут у меня не получается. Вот тут нужно было тебе больше нарисовать. А потом она на расширение идет. Планировали вернуться через день, но получилось. Проболели дольше. То есть я проболела. Буквально вот вчера стало более-менее легче. Вчера ходили, гуляли немножко. Подышали свежим воздухом. Но влог все равно не снимали, поэтому сегодня понедельник. Начинаем с понедельника. Голос еще немножко у меня такой больной. Кашель остался. Много насморк, но уже лучше. Хотели с Лео начать эту неделю ходить в спортзал. Но пока я немножко болею, организм слабый, я подожду. Может быть, со следующей недели начну. До пандемии, до карантина мы ходили в спортзал. Потом это все закрылось. После этого мы перестали ходить. Сейчас мы хотим опять возобновить. Хотим пойти уже в другой спортзал. Ну и тут вот заболела. Последняя неделя школы. Даже не неделя, а учатся они понедельник, вторник, среду и четверг. Четыре дня осталось и все. И каникулы. Наконец-то каникулы летние. Отдыхать будут они пять недель. И школы уже идут 9 августа. Вот так смотрю, как у меня волосы отросли. Уже прям заметно. Нужно покраситься срочно. Прям некрасиво так. Сейчас мы поедем в магазин, съездим. Купим немножко продуктов. Продуктов. Насколько я знаю, у нас уже отменили масочный режим. Ну на улице мы и так ходили без масок. Якобы сейчас говорят, что даже в магазин, в кафе, в ресторанах сидят без масок. Сейчас поедем в магазин и посмотрим, будет ли там табличка надевать маску или нет. У нас еще появился один робот, который моет полы. И подняла все стулья, чтобы ему не мешало. Пока мы сейчас пойдем за продуктами, он будет мыть. Вот сейчас. Вот. И поехал мыть. Вот ты остаешься за главным и будешь следить, как он будет работать. Сходили мы за продуктами и вообще все равно все заходят в масках. Хотя масочный режим отменили. Закупились. Сейчас едем домой. Время 11 часов. Скоро дети придут. Будем кушать мороженку. Детям взяли с кокосом, а нам с манго. Вернулись. Проверяем работу. Он еще моет. Но здесь видно, уже помыл. Он чистый. Посмотрите, видите, ни одного пятнышка нет. Здесь он помыл. И он, видимо, сейчас он оттуда с коридора где-то вышел. Так, мне интересно, помыл ли он на кухне. Нет, на кухне он не заезжал. Или заезжал на кухню. Нет, на кухню он еще не заезжал. Продавались в магазине канцелярские товары. Были они со скидками. Но взяла. Хоть школа и заканчивается, но все равно. Это краски. Сколько здесь цветов? 24 цвета. Страможные. Взяли фломастеры. Вообще очень дешевые были. Фломастеры обычно такой ценой нет. Ножнички тоже были со скидкой. Кисточки у нас потерялись все. Тут, не знаю, папа взял какой-то набор. Клей. Тут стикеры. Еще фломастеры. И взяли вот такой вот альбом. Он как вот для оригами, для поделок. Здесь уже вот такая вот бумага интересная. Видите, тут уже можно комбертики разные делать. Сердечками. И еще один альбом просто с цветной бумагой. Такая она плотненькая. Две сумки полные продуктов. Сейчас буду разбирать и пойду уже за Максом. Опа, забыла. Это детям. Нужно убрать в холодильник, потому что сейчас расставят. Мы съели с манго, а деткам оставилось кокосом. Сегодня еще хочу поговорить насчет нашего переезда. Почему еще не переехали. У меня осталось 5 минут, поэтому я сейчас пойду за Максом. Потом все расскажу. Поэтому не переключайтесь. А Боня лежит, загорает, да, Боня? Хорошо тебе. Меня разрисовали. Зачем? Почему? Нашего учителя, учителя нового можно назвать фугу. Нового учителя? А, ты сегодня ходила в новую школу? Угу. Как там? Нормально она очень большая. Большая? Да. Три корпуса. Три корпуса. Там один пиццерк шули, потом секундар шули и потом реал шули. А, ты будешь в секундар, у тебя один корпус. Угу. И все. Познакомились с учителем? Да. Угу. Мы 61. О, дедулечка. Последний класс. У тебя? Я. А, он потом уходит после вашего класса? Угу. Получается, три года будет с вами. Маргарит, я правильно понимаю, ты сейчас учишься три года, и ты можешь уходить? Да. Ты можешь идти и получать профессию какую-нибудь? Учишься девять классов, либо одиннадцать? И ты хочешь учиться девять? Да. Угу. Мама, знаешь, что у нас? Там, например, в среду, в среду, в среду в обед, например, можно, или в пятницу тоже в обед можно. Там есть внизу, возле школы, такая входная дверь, и там заходишь, и там есть, например, там есть барная стойка, есть бильярд. Есть там еще столик, чтобы покушать, и еще, и еще одна, и там еще есть дискотека. А, прикольно. Там есть библиотека, есть столики, чтобы там покушать. Отдыхать, в общем, да? Играть. Ну, хорошо. Там есть пони. Пони? В новых одноклассниках виделся? Да? Уже познакомились? И как? Там другие мальчики, там... Ой, девочки, другие две девочки. Они такие. Маленькие. Они очень маленькие. И потому, что другие мальчики, у них у всех уже борода. Усы борода? У них возраст такой переходный. Бородатые мальчики будут у Маргариты. Рисуем с Максом, сидим. Ты робота рисуешь? Молодец. Вот, он, получается, рисует фломастерами, и так, знаете, хорошенько по нескольку раз проходится, и с другой стороны, видите, ничего не промокает. Ну, да! Хорошая бумага. Ну что, у меня есть время с вами поговорить немножко. Поговорим мы насчет нашего переезда. Мы планировали на конец июля. Мы уже, как видите, сидим почти, можно сказать, на чемоданах. Папа наш уже написал заявление на работе об увольнении. Макс, тихо позвонили хозяйке квартиры, то, что мы уезжаем. Вот, и тут у нас, значит, приходят новости. Еще до переезда мы хотели, чтобы к нам приехала бабушка, но не получалось, так как был карантин, была пандемия, и все границы были закрыты. Не делали визу вообще в Швейцарию. Сейчас мы узнали, что, оказывается, можно сделать медицинскую визу именно по медицинским показаниям. Если наша бабушка предоставит документы свои, да, историю болезни, и она сюда может приехать именно лечиться. Это возможно. Для нас, конечно, важнее здоровье нашей бабушки, чтобы она подлечилась именно здесь. Мы считаем, что переехать мы всегда успеем. На это у нас есть много времени, но здоровье бабушки, конечно, важнее. Поэтому мы остаемся пока здесь. Наша цель переехать у нас так и остается. Но мы вынуждены на некоторое время остаться здесь в Швейцарии из-за бабушки. Может быть, до осени, может быть, до конца года. Мы пока не будем планировать. Будем смотреть по ходу действий. Как пойдет лечение, сколько времени займет лечение, что потом. Вот. Поэтому пока мы остаемся здесь. Вещи мы разбирать не будем. Коробки я так и оставлю. Все так и будет. Все, что мы сложили по коробкам. Пусть оно, в принципе, там все лежит. Но там нет таких прям необходимых вещей. Только если девчонки достанут свои какие-то канцелярские принадлежности, какие-то вещи. Но вот эти вот все коробки, которые там стоят, они все пусть там стоят. Я не буду по 10 раз собирать, разбирать, потом опять собирать. Вот. Сегодня решила я уже подстричь газон. Я подстригу прямо коротко. Потому что он очень сильно растет. Очень быстро растет. Поэтому я его покороче, чем папа. Папа так коротко не стрижет. Обычно у нас наш папа подстригает, но я уже не могу. Буду пока вот сюда высыпать, а потом Лео придет с работы. Туда унесет в компост. Туда я не хочу идти. Вот эту только, вот этот квадратик сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Что-то я не пойму. Не работает. Взяла с первого раза косить траву и поломала. Что-то она перестала косить. Странно. Ладно, пусть, может, она отдохнет. Немножко, может, позже. Посмотрим. Может, она перегрелась. Но жарко на улице. У меня камера перегрелась. Вон моргает. Мигает, что перегретая камера. Нужно выкручить. Ух, ничего себе она горячая. Все, я выключаю пока. Маргоша прибежала со школы и убежала купаться к подружке. Ксюша не захотела почему-то. Так, кто будет кушать? Я. В общем, это чилийское блюдо национальное. Сейчас я покажу, разрежу. Внутри находится фарш. Плюс здесь есть яйцо и оливка. Сейчас уж мы никуда не приезжаем. Я надеюсь, у нас получится хотя бы в отпуск поехать в Испанию. Хотя бы на пару неделек. Кто-то говорит, что прививка нужна. Кто-то говорит, что прививка не нужна. Просто нужен тест. Мне хотелось бы хотя бы поехать на пару неделек на море. Отдохнуть, искупаться, позагорать. Но пока еще не точно. Еще неизвестно. Надо спросить, как они делают тесто. Потому что это тесто немножко другое. Не как мы делаем. Начинку, в принципе, легко делать. И тоже приготовим. Вкусно. Все убираем. У нас опять гроза. Молния, гром. Что-то будешь прям без остановки. Каждый день. Уже вторую неделю, смотрите, летят. Мы это начинаем тут все собирать, убирать. Потому что я так понимаю, что сейчас будет поливать хорошенько. И мне нужно убрать этот козырек. Прям дым. Такие тучи, как будто дым. Как будто где-то что-то горит. Еле как успели. Какой ветер подул сильно. Меня чуть не снесло. Мне пришлось снять вот этот тен. Его оторвало. Он там летал. Чуть ли не до второго этажа доставал. Все. Сейчас опять. Посмотрите, как там льет. Уже нет. Не видно. Ужас. Все. Дождик. Немножечко мы задвинули опять наш диванчик. Кто его зальет. У нас аж дверца открылась. Вот это она была закрыта. Она открылась. Маргоша вернулась. Все хорошо. Она не намокла. Она подождала пока. Мама, смотри, там блинная. Эти две я хотела. Мы с ней что-то мы шли. А мы смотрим футбол. Круация играет, да? И Испания. Мама, три и один. Мы за Испанию болеем. Темечки нарезать. Тогда будет похоже. Ах, каким цветом. У нас ужин поздний. Ужинаем и спать. Кстати, через час играть будет Швейцария с Францией. Подружка Маргариты подарила вот такую ей подушку. Подружка подарила подушку. Она думала, что Маргарита уезжает. И на память ей сделала вот такую подушечку. Прикольно, да? Еще она подарила вот такого. Испания. А, лама. Точно. Я думала верблюд. Подарила штаны спортивные, кофту. Шоколад. Еще что-то. Что там, розочку? Сама она сделала, что ли? Прикольно. Мягкая такая. Вот это. А Маргарита взяла и не уехала. Она была очень рада. Хомячков покормила? Нет, не покормила. Вон. У Рики ничего нет. Но надо по чуть-чуть каждый день давать. Гол, я не знаю, кто гол сделал. Надо посмотреть. Надо по чуть-чуть каждый день давать. По чуть-чуть. Вот так вот. Так, у нас тут спортом кто-то решил заняться. Смотри, чтобы штаны не заживало тебе там. Все, ребят, всем спокойной ночи. Всем пока. Я буду пить лекарства. И отдыхать. Кто забил, сейчас посмотрю. В Свейцарии забила гол. Первый. 1-0. На сегодня влог заканчиваем. И всем спокойной ночи. Пока-пока.